Музыка Здравствуйте! В эфире Наблюдатель и я, Алексей Юдин. Сегодня почётный гость нашей студии Самуил Яковлевич Маршак. Я не оговорился, я в своём уме. Дело в том, что Маршак – это такое имя, это такое наследие, которое, наверное, имеет каждый. И очень бы хотелось сегодня, когда мы здесь, в этой студии, вспоминаем его и празднуем, наверное, его 130-летие, тоже невероятно, создать вот этот максимальный эффект присутствия. Маршак здесь, он с нами. И для этого мы пригласили совершенно замечательных гостей, которых я вам с удовольствием и честью представляю. Александр Еммануэльович Маршак – внук, поэт, переводчик. Ну, вот плоти от плоти – живой Маршак. Добрый день! Екатерина Андреевна Асонова – кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией социокультурных проектик Московского городского педагогического университета. Добрый день! Добрый день! Юрий Исакович Каннер – президент Российского еврейского конгресса. Добрый день! Здравствуйте! И Владимир Познер. Здравствуйте! Здравствуйте! Почему присутствует Владимир Владимирович, объясню. Владимир Владимирович в последние годы жизни, Самуэл Яковлевич, был его литературным секретарем. Вот такая неожиданная грань творчества Владимира Владимировича, именно творчества, о котором мы поговорим. Поэтому все люди здесь причастны к сегодняшнему событию. И мы, наверное, начнем с Владимир Владимировича. Владимир Владимирович, вот смотрите, да, ну физически Самуэл Яковлевича с нами нет уже более полувека. Вы же были его литературным секретарем. Вы с ним беседовали, слушали, занимались какой-то работой. И вот интересно, с тех пор, вот спустя 50 лет, у вас остался на памяти какой-то вопрос ему, который был бы незаданным или неотвеченным. Вы же мастер расспросов. Вот что бы вы, может быть, сейчас, да, вот какой вопрос бы вы ему задали? Когда я познакомился с Самуэл Яковлевичем, я был еще совсем молодым, мне было 22 года. Это был 59-й год, значит, 24 мне было. И я очень мало о нем знал. Поскольку я вырос не в России, то о его сказках я ничего не знал, о его стихах я ничего не знал. То есть у вас в детстве маршат не звучал, да? Вообще нет, совершенно. И я к нему попал абсолютно случайно. Каким-то образом мои попытки что-то перевести, мои черновики попали к нему. Я до сих пор не знаю, кто их ему дал. В результате чего мне позвонило... А что вы переводили? Я переводил стихи английских поэтов Елизаветинского времени, то есть 17-го века. То есть это метафизическая поэзия. Дон. Джон Дон, это один из тех, но не только он. Значит, раздался телефонный звонок, я взял трубку, Владимир Владимирович такой скрипучий, довольно противный женский голос. Я говорю, да. Я не привык вообще, чтобы меня назвали по отчеству, я еще был молодым совсем. С вами, говорит Розалия Ивановна, то ли она сказала представитель, то ли она сказала, ну не помню, самулахча маршака, который хотел бы с вами встретиться. Ну для меня это все равно, как Господь Бог хотел бы со мной встретиться, потому что я мечтал стать переводчиком. И, конечно, его переводы мне были знакомы. И вот таким образом я к нему пришел. Я очень хорошо помню с первого момента, когда дверь открылась, потому что он открыл дверь. Это было на улице Чкалова тогда это называлось. Вот это первое впечатление. Очень невысокого роста, довольно к этому времени потерявший вес, поэтому совсем не плотный, с большой головой, в мелких-мелких морщинах, такие сыровато-зеленые глаза, которые смотрели на меня несколько насмешливо из-за толстых стекол очков. Большие уши, и мне казалось, что они должны быть теплые, шершавые, как у слона. И даже хотелось их как-то так потрогать, чего я не сделал, как вы понимаете. Ну и я вот так постепенно с ним знакомился. Я проработал у него два года. А вопрос, который я бы сегодня задал, я бы тогда не задавал, потому что я не знал этого. Я не знал, что он очень увлекался сионизмом. Я не знал, что он увлекался всей этой историей Израиля и так далее. И что в какой-то момент он просто закрыл эту страницу, потому что было не очень в это время... Это же такое представление, возможно, открытый интерес к этой теме в то время. Вот. И никогда об этом он не говорил. Никогда. Я только гораздо позже узнал об этом. И, конечно, сегодня я бы с ним об этом поговорил. Мне просто было бы интересно услышать его. Но действительно он закрыл это, потому что просто было небезопасно. И что, и как, и как он этим заинтересовался. Потому что, ну, Маршак – еврейская фамилия, но это русский поэт, это русский переводчик. В смысле его творчества. И вот та сторона была мне тогда совершенно неизвестна. Кстати, фамилия Маршак. Что в ней вот звучит? А фамилия Маршак – это аббревиатура. Это вообще она звучала в древности не Маршак, а Магаршак на иврите. Это дань очень известному и крупному еврейскому философу Равину Искайда Новера. И дед, мне кажется, увеличил славу древних Маршаков, но, наверное, он пронёс увлечённость свою, увлечённость была в юности, увлечённость сионизмом. Но дед всю жизнь был человеком верующим. Я очень хорошо помню, он сидит в кресле, а рядом сидит Свиридов, композитор. И они, наклонившись друг к другу, о чём-то шепчутся. Вот я подтверждаю слова Владимира Владимировича. Я никак не мог понять. Я привык к тому, что дед бурно что-то рассказывает, очень темпераментно. А тут какая-то тишина. А потом я спросил, я говорю, дедушка, о чём вы говорили? Он говорит, мы говорили о Боге. Когда мой отец уходил из жизни, это было в 1977 году, он был невероятной силой и волей человек. Уходя в больницу, он понимал, что он может оттуда не выйти. Как и получилось. Но уже там, в больнице, он мне сказал, я прочту тебе молитву, запомни её. Мой отец перед смертью сказал мне читать эту молитву. И я запомнил её, и с тех пор, приходя на кладбище, к саму Яковлевичу и к моему отцу, я всегда надеваю что-нибудь на голову и читаю эту молитву. Сегодня, вот я только что там был, отнёс букет цветов деду и отцу и прочёл молитву. Ну, это молитва... Шмай Саэль. Ну, то есть, он была иудейская вера у... Да, да, конечно. И, кстати, тоже никогда, даже полунамёком, мне он этого не говорил. Он был русским поэтом и при этом соблюдал все семейные традиции. У нас никогда... Я помню, праздники дома, они всегда проходили на улице Чкалова. И там были атрибуты того, что я уже узнал взрослым человеком. Например, на сладкое никогда не было тортов, приносили крендель, большой крендель приносили. Вот, у деда никогда не было свинины за столом. Вот, он очень был вообще человеком сдержанным, очень был аскетичным. И я не... Но мог взорваться. Взорваться мог. Надо сказать мерзавка, да, сказать негодяй. Это открытие, да, вот, еврейской темы, такой глубины, да. Вот, мне кажется, принципиально важно для понимания того, кто такой Маршак, как русский поэт. И когда я знакомился с его биографией, в очередной раз, да, перечитывая, конечно, я был потрясён его перепиской с Владимиром Васильевичем Стасовым. Ну, Стасов во многом ещё не раскрытый русский мыслитель. Как-то его отодвинули, объявили, да, там, ретроградом, обскурантом, какие-то бирки. Ну, так часто бывает. Но для меня Стасов – это человек, который смотрел на Россию не вширь, а вглубь. И вот в этой глуби он видел национальные корни всех российских, русских культур, да, без всякой исключительности. И вот эта его замечательная фраза в письме к Самуилу Яковлевичу, когда он говорит, первое, что ты никогда не переменишь свои веры, какие бы ни были события, обстоятельства, люди и отношения. Отношения к вере, да. То есть вот к корням, к истокам, к почве, но в самом доброкачественном отношении. Да, мы знаем, что 20-й век сделал из этого. Но вот в этом зависит. Какой век Стасов был старше Самуилу Яковлевича? Вот это надо посчитать. Но у них отношения удивительные. Дело в 2014, а ему было очень долго. Я к чему это говорю? Когда человек настолько старше, чтобы он переписывался с мальчишкой практически. Не вероятно. Это говорит о том, какой мальчишка. Именно. Понимаете? Как они обращаются друг к другу. Он же пишет ему, дорогой мой дедушка. А тут ему отвечает, милый внучек. Вот. И общение почти равных. Там была по возрасту очень трогательная история. Когда Антокольский умер, деду заказали текст кантаты. И дед написал текст кантаты. Музыку, по-моему, Лядов написал. И когда она была торжественно исполнена, то на сцену вышел Лядов, по-моему, Цезарь Кви и маленький мальчик, которого они держали за руку. Они все были уверены, что это внук чей-то. А это был автор текста. Но ты действительно был чей-то внук. Ну вот, очень интересно, если можно, когда я в своем учении, у меня тоже был свой детский клуб большой, благотворительный. И когда мы говорили о времени с детьми, мне хотелось дать им ощущение, вот время это сколько. И я спросил, скажите, как вы думаете, сколько человек живых, которые могли бы протянуть друг другу руки, от меня до Пушкина? Ну, там, дети говорили, 30 человек, 25 человек, 20 человек. А было всего двое. Я держал за руку деда, дед держал за руку Стасова, а Стасов держал за руку Пушкина. Ну, а у меня прям досягаем обе руки, да, и я почти касаюсь Самуила Яковлевича. Ты просто, Юрий Александрович, все-таки про сионизм. Что тогда на то время, вот на время молодости Самуила Яковлевича, что такое из себя представлял сионизм? Вот к чему он тянулся и что потом оборвал, поняв, что это не его или это опасно? Ну, сионизм возник, конец 19-го, начало 20-го века, как реакция на широкомасштабные еврейские погромы в России. Начиная вот погромы с 1981 года, с убийства Александра Второго, и возник теоретический сионизм. Герцель и его последователи, конечно, он нашел широкую поддержку среди еврейских масс в России и среди еврейской интеллигенции. И было достаточно много кружков, партий по изучению, по поддержке. И это не особенно запрещалось царскими властями. И было в то время, в переезде евреев из России, был вообще массовый отъезд. То есть с 1981 по 2014 год 2 миллиона. В Америку в основном. В основном в Америку. В основном в Америку, но и несколько волн эмиграции было в Палестину тогдашнюю, подмандатную Турцию тоже. Это было скорее нерелигиозно, потому что в основном в то время беженцы, это были частично даже социалисты, это была часть социалистического движения. Вообще говоря, люди, которые создали Израиль, эти люди в основном были нерелигиозными. Нерелигиозные, более того, и левые социалисты. Мало того, Саму Яковлевич был в это время в Палестине, и он там познакомился. Вот есть фотографии замечательные. Чудная фотография того времени. Познакомился с Палестиной. Да, это 1911 год. Самый левый это Саму Яковлевич, а рядом с ним красавица стоит. Это моя бабушка Софья Михайловна Маршак, с которой они познакомились на корабле. И поженились. И поженились. И циклы стихов были первые, это Сианиды и другой. То есть, ну это не первые, но первые об такого масштаба, чем первые, об будущем в государстве Израиля. То есть, это то, что часть израильской и часть российской истории. Общая часть. Более того, часть людей, именно социалистов, евреев, которые уехали и пытались строить, были сионисты, пытались строить государство. Но после революции здесь, в России, они оказались социалистами большими, чем евреи. Они многие вернулись сюда, они строили колхозы в Крыму, Биробиджане. То есть, это не было массово, но это были тысячи людей, которые вернулись сюда строить социализм вместе с русским, с российским народом, с советским народом. Но Самуил Яковлевич эту нить в своей судьбе оборвал. Ну, он оттуда, он поехал учиться. Он поехал учиться. Он был в Англии, но я хочу сказать, оборвал, но когда бабушка в 1953 году умерла, то, а 1953 год мы знаем, чем славен. А чем? Ну, тем, что ушел. Чего умер Сталин, да, ты имеете в виду? Да, человек, который похоронил... Ну, хорошо, я хотел бы уточнить, что не все это помнят. Да, но перед этим было дело врачей, еврейское. Дед поставил на Новодеющем кладбище бабушке памятник в виде стены плача, что в 1953 году, наверное, было не так просто. Невероятно. Вот есть интересная фраза, по-моему, это фраза оригинальная, прямо из уст Самуила Яковлевича, по поводу детской литературы. Блейк и народная детская поэзия, вот еще что привело меня к детской литературе. Екатерина Андреевна, вот смотрите, все-таки вот этот поворот к детству, к литературе, вот по вашему мнению, чем был объяснен, чем объясняется сейчас, да, в его судьбе? Я, ну, в силу своей специальности детской литературы, естественно, не раскапывала тему сионизма. Да, да, мы говорим про детскую литературу. Но при этом об увлечении я темой своих корней, я прекрасно знала, потому что есть автопиографическая повесть, которая входит, ну, в некотором смысле, в список детской литературы, называется «В начале жизни», и обойти там эту тему нельзя. Да, да, то есть, какой вход? Вход всегда из детства. Ну, то есть, вот обаяние детства и стремление его продлить в своей жизни, оно всегда, ну, там вход. Другого входа у нас нет. Из него черпаем ту гармонию, которую хотим продлить дальше. А какое было у него детство? Вот до, скажем, до поездки в Палестину, до всех событий каких-то таких знаковых, да, кардинальных? Ну, непростое, непростое детство, заводское, довольно... В Воронеже вы имеете в виду? Начиная с Воронежа. Сложность-то была в том, что его отец не имел права жить за пределами черты оседлости, но был крупнейшим специалистом в области химии. Это было время бурного развития капитализма в России. Он был на расхват среди бизнесмена, среди предпринимателей, но вида на жительство у него не было. И хозяева платили взятки местным чиновникам за то, чтобы Маршак налаживал им химическое производство. После того, как он им налаживал производство, переставало, пропадало необходимость платить взятки, но появился другой хайп. Поэтому он не в одном месте жил. Он жил, возродился в одном, жил во многих местах Российской империи, там, где, потом в Петербурге, да. Где нужны были, где мозги и руки отца. Но у него было неплохое детство. Так вот, я к этому. Не внешнее, как бы, да, не по абсолютно, не по перемещениям отца, а внутреннее детство, какое у него было. В семье, вот какой был климат. Вот, с вашего позволения, я скажу про это. У Самула Яковлевича было два брата и три сестры. Это была совершенно поразительная семья, потому что из шести детей было три писателя. Самула Яковлевич Маршак, известный нам. Его младший бранд, Илья Яковлевич Маршак, писатель Эмельин. Ильин. Один из родоначальников научно-популярной литературы в России. Ученик деда и одновременно брат его. И младшая сестра, для меня тётя Лёля, Лия Яковлевна Ильина, знаменитая в наше время писательница Елена Ильина, написавшая четвёртую высоту, которая выходила миллионными тиражами. Вот здесь на фотографии три сестры. Ну, вот, Розалия Ивановна, о которой упомянул Владимир Владимирович. И три сестры. Слева стоит Лия Яковлевна, за... Так, немножко видно Едифь Яковлевна. И справа Сусанна Яковлевна. Едифь Яковлевна была пианистом, Сусанна Яковлевна была художницей, нереализовавшейся, потому что в начале века она с мужем уехала в Америку. Но её дочь Авиталию, у неё есть картина, подписанная моей любимой ученицей Пабло Пикассо. Вот, она реализовалась как художник. Так что это удивительная совершенно, конечно, срезоточность. Так вот, самое главное между ними, до последнего дня, необыкновенная нежность. Они очень любили друг друга, очень заботились друг о друге. И вот Лия Яковлевна через два месяца, через три месяца после смерти Самуэл Яковлевич просто ушла тоже из жизни. Так вот, это вот то удивительное качество, которое Самуэл Яковлевич передавал и через свою литературу, обращённую к детям. И я вот тоже адресат, да, этой любви, потому что я тоже воспитан, да, в определённое время, в определённых обстоятельствах. И первые ощущения, безусловно, были связаны вот с этими словами любви, которые мне говорил Самуэл Яковлевич через свои книги. Можно я четыре строчки прочту из вылево-блейка упомянутого? Мы сейчас послушаем. И раскрыв свою тетрадь, сел писать я для того, чтобы детям передать радость сердца моего. И давайте послушаем чтение самого Самуэл Яковлевича Маршака, его любимого поэта Роберта Бернса, шотландского поэта. Давно ли цвёл зелёный дом, лес шелестел листвой, и каждый лист был свежий, чист от влаги дождевой. Где этот летний рай, лесная глушь мертва, но снова май придёт в наш край, и зашумит листва. Но ни весной, ни в летний зной, в себя и не стряхну, тяжёлый след прошедших лет, печаль и седину. Под старость краток день, а ночь без сна длина, и дважды в год к нам не придёт счастливая весна. Вот вы слышали то чудо, которое нам оставил Самуэл Яковлевич, чудо русского Бернса. Как будто Бернс заговорил по-русски. И вот здесь, конечно, вспоминается замечательная фраза Александра Трифоновича Твардовского, который сказал, Маршак сделал Бернса русским, оставив его шотландцам. Во всей книге не найдёшь ни одной строки, ни одного оборота, которые бы зазвучали как, в кавычках, перевод. Вот что за переводчик был Самуэл? Они очень дружили, вы знаете, да? Да. Насколько я знаю, Самуэл Яковлевич его и вывел как бы в люди, да? Он его увидел и дал ему возможность осуществить его литературную судьбу. Да, но он никогда не был его учеником, у него было огромное количество учеников. Но это был единственный поэт в его окружении, с которым он был на «ты». Да, он назвал его Саши «ты», а тот его называл Самуэл Яковлевич «ты». Самуэл Яковлевич «ты». Я просто свидетель. Очень трогательно. Я свидетель, да. Так вот, все-таки, Маршак-переводчик. Вот когда для него началась судьба переводчика? Когда он начал вообще переводить? Из чего? Мы это знаем? Может быть, событие было какое-то? Я нет. Не знаю. Я могу ответить на этот вопрос очень кратко. Маршак-переводчик, он начал переводить, он начал переводить, он знал, вообще, я бы сказал так, что такое Маршак-переводчик. Он еще и полиглот для начала. Маршак знал эврит, Маршак знал идиш, естественно, Маршак знал немецкий, английский. Он закончил лондонский университет. Немецкий из гимназии? Немецкий из гимназии. Он из гимназии же знал французский. Он знал финский язык. И он, недавно я был в публичной библиотеке в Ленинграде, и нашел записи Хармса, где он пишет, ну вот, Маршак заговорил по-итальянски. Вот, он знал итальянский. Хармс ведь знал, что говорил, потому что считал себя учеником, да, Маршака во многом. Ну, мы еще дойдем до этого сюжета. Скорее, партнером, наверное, все. А вот что значит партнером? В каком смысле? Жили в квартире. Сорок четыре. Сорок четыре. Это написано вместе. И разорвать строчки, и выяснить, кто что, и смысла нет. Зачем? Если можно написать вместе такое стихотворение, представляете, с авторой. Ну, я знаю, как пишут сейчас детские соавторы, там же Валевский и Пастернак. Я знаю, что она пишет от лица девочки, он пишет от лица мальчика. А здесь как выяснить, кто что написал? Как это? Это же игра, значит, была. Это, значит, такое абсолютное партнерство. И я добавлю... Не были одного духа, да? Абсолютно. И я добавлю список, да, на польском, чешском, сербском, венгерском, армянском, латышском, литовском. Это стихи, которые попадали ему, да? Ну, тут надо быть очень осторожным. Именно. Потому что, ну, я работаю... Ну, общаясь с ним, могу сказать, что он знал хорошо английский, это несомненно. И он знал хорошо, идешь, идешь, и иврит. Насчет французского уже я так воздержался. Почему он, собственно, меня взял? Не за литературный талант, а потому что он получал много писем из границы. И надо было на эти письма отвечать. Так что я, на самом деле, назывался литературным секретарем, а был просто писарем, если назвать вещи своими венами. И я отвечал на эти письма из Англии, из Америки. Из Франции? И из Франции я, так сказать, переводил ему. Он все-таки переводил иногда с подстрочников. Конечно. Понимаете? Конечно. Это другое совсем. Так что, просто это надо иметь в виду. А Бернс тот самый, который стал русским, ведь он писал не по-английски. Он писал, я не помню, как это называется по-русски, гейлэк. Гейлэк. Ну, вот, что-то гейлэк, как это по-русски, есть какое-то точное название. Если это читать, то, если ты только знаешь английский язык, ты поймешь, дай бог, 50%. Вот. И почему Сан-Лиак так влюбился в Бернсе, я даже не знаю. Блейк я понимаю. И он действительно его потрясающе переводил. Блейк, ну, величайший поэт. Не только поэт, ведь он мистик, визианин. Ну, это другое дело. Я говорю поэт. Но, тем не менее, вот что их сближало, вот к этому хочется подойти. Да не знаю. Я обожаю Блейка. Я не мистик, я не лизионер. Кто вас знает, Владимир Владимирович? Вы хотя и говорите так убедительно, но что-то у меня сомнения закрадываются. А вот, почему Бернс? Вы не знаете, как это получилось? Вот я бы тоже его бесплатил. Я думаю, что это произошло тоже в Англии, потому что он очень рано начал. Но, если говорить о поэте и его жизни, это не Бернс, это Блейк. Он в Блейка влюбился в ранней юности и переводил его до последнего дня. И до последнего дня он копил эту книжечку переводов стихов Блейка. Вышла она после его смерти. Она вышла в 65-м году. Если бы кто-нибудь... Ну, я занимался переводчиком. Я думал, что я буду переводчиком. Но я просто знаю, как это мучительно трудно. Потому что все равно нельзя передать 100% оригинал. Ни при каких условиях. Более того, оригинал всегда останется оригиналом. А перевод постепенно устареет, потому что язык развивается. И поэтому, скажем, щепки на куперник переводы сегодня читать уже нет. Нет. У Маршака есть в его статье два пункта. Первый пункт. Перевод стихотворения с языка на язык невозможен. Второй пункт. Это всегда исключение. А вот ваша собственная фраза. Вернее, ваша передача слов Самуила Яковлевича. Переводчик художественной литературы, переводчик поэзии, творец. Да не совсем. Он зажигается от искры, но не высекает ее. Он заранее знает, что не дотянет, что потерпит поражение. Да. Вот эта фантастическая совершенно ситуация, да, но из-за этого поражения бывают победы. Но это, видимо, исключение. Несомненно. Ну, мы недавно издали большой, значительный четырехтомник избранных переводов. Не все, а избранные. Четыре тома по четыреста страниц примерно. То есть это... Ну, очень похож вот на этот четырехтомник. Ну, он такой красный, с портретом его. У меня он есть. Да, да, да. Ну, так и похоже. Но этот четырехтомник я особенно люблю. Этот? Потому что он вышел при Самуиле Ягче. И он мне дарил каждый раз томик. Я не могу удержаться, похвастаться, черт возьми. Похвастаться. И прочитать. А, надписанное, да? Ну. Так, попростите, я... Пять минуточку. Дорогому Владимиру Владимировичу Поздру. Это мы... Я, черт возьми, да? Четвертый том. Четвертый том. Он вас уверить может в том, хоть вышел он в сочельник, что автор не бездельник. Но, вероятно, неспроста признался он в похмелье, что у него одна мечта. Полнейшее безделье. Самуил Марчак. Москва. 22 декабря 1960 года. Простите, а то он прямо на ваших глазах написал. Вот он легко рождал стихи. Такие вещи он вообще... Спокойно. Он просто ставил ручку и писал. Вот это потрясающе. То есть он и говорил, и писал стихами, да? Но работал уже, конечно, намного... Обожал. Можно взять в руки эту книжку и показать нашим зрителям. И, кстати, здесь тоже он мне подарил. Это просто работа над одним из санятов Шекспира. Тоже могу вам дать. Просто пример того, как человек работал. Насколько... Это оригинал, как я понимаю. Ну... Вот мы держим в руках... Мы все вместе, да? То, что вы показываете, это вот... Я показываю, пожалуйста, внимательно. Его работа над одним из санятов. Это вообще гигантский труд. Просто гигантский труд. То, что он сделал, то, собственно, больше никто и не сделал. И делал это во время войны. Вот это потрясающе. Это военное. Дед во время войны думал о мире. Мало кто знает, но сказка «12 месяцев» написана во время войны. Во время войны. В 1942 году. Это действительно... В холодной квартире. Он пишет бабушке письмо. Ты не волнуйся, у меня все хорошо. У меня тепло 12 градусов. Действительно ли Уолт Дисней собирался снимать мультфильм по 12 месяцам? Да. Или это какой-то такой полу... Нет, нет, нет. Это правда. Это правда. И пришел запрос от тогда еще живого Уолта Дисней, не от студии Уолта Дисней. И дед обрадовался, но, к сожалению, в союз в мультфильме, в Госкино как-то к этому отнеслись. Сдержанно. Сдержанно. Вот это вот изумительная терминология того времени. Тогда была замечательная фраза «Если мы это сделаем, нас не поймут». Кто не поймет, но нас не поймут. Безличная конструкция, но абсолютная, да, как директива. Еще есть мнение. Есть мнение. И мы сказали, мы сделаем очень-очень хороший наш фильм. Кстати говоря, по-моему, очень хороший фильм. Память он. Да, Иванов. Иванов сделал очень хороший фильм. Да, классик нашей интеллигации отечественной. И надо отметить, что Маршак не только переводы, но и родоначальник детской драматургии вот в таком виде, да, которая оригинальна, которая двигала этот жанр. И мы сейчас, когда рассказываем студентам о драматургии, мы начинаем говорить с него. Первый детский театр организовал дед. Это было в Краснодаре, да? Да, и с этого он начался, как детский писатель. Вот, вот это поворотные собаки. Порыв очень простой. Дети, несчастные, брошенные, голодные, нищие, потерявшие родители. Кровь, они шли на юг, потому что там можно было найти себе какое-то теплое пропитание. И Маршак, у которого уже погибла дочь, у них с бабушкой погибла дочка на тоннель, вот, он бросается на помощь. Он еще до этого писал Екатерине Павловне Пешковой, что мы с Софией потеряли нашу любовь, и мы просим помочь нам устроиться. Она руководила образованием какую-нибудь колонию, лучше еврейскую, но мы готовы отдать сохранившуюся и растраченную любовь. Вот, и он там это делает, понимая, но он организовывает не театр, они организовывают жилье, мастерские, питание, образование. Но понимая, что детство должно иметь вот эту радость сердца, он пишет вместе со знаменитой Черубиной де Габриак, Васильева, она Дмитриева, в девичестве. Вот, они пишут пьесы для театра, и оттуда пошел Маршак, как детский писатель. Давайте мы еще посмотрим на чтение Самуила Яковлевича, на этот раз он будет Шекспир. Сонет номер 74 Вот так в великом труде рождаются стихи, о которых мы потом скажем. Какой блеск мыслей, какая легкость и глубина выражения. Когда меня отправят под арест, без выкупа, залога и отсрочки, ни глыба камня, ни могильный крест, мне памятником будут эти строчки. Ты вновь и вновь найдешь в моих стихах все, что во мне тебе принадлежало. Пускай земле достанется мой прах, ты, потеряв меня, утратишь мало. С тобой будь лучше и во мне, а смерть возьмет от жизни быстросечной осадок, остающийся на дне. Тот, что почистить мог, бродяга встречный, ей черепки разбитого ковша, тебе мою вину, моя душа. Да, вот он сидит там, где он всегда сидел, в белой рубашке, в такой зеленой шерстяной безрукавке на пуговице, в пиджаке. И это была такая постоянная форма. Еще показали, что он с сигаретой. Он же ведь курил как не знаю что. Четыре пачки, даже больше. Пять пачек в день, всегда одни и те же сигареты, L&M, которые каким образом его доставали, я не знаю, но было. И он очень часто болел, у него легкие были, плохие. И как только температура, он бредил. И на мой взгляд, он был довольно одиноким человеком, в конце концов. Вы даже как-то написали, что это трагическая личность. Да, мне кажется, что он потерял дочь, потерял младшего сына, потерял жену и потерял женщину, которую он любил потом. И когда он болел, он просил, чтобы я сидел около него, около кровати. Я очень хорошо помню, он как-то пришел в себя, и так смотрит на меня, печально-печально. Потом говорит, эх, Владимир Владимирович, уедемте в Англию. Я был невыездным, абсолютно, да. Я говорю, ну хорошо, Сумилович, конечно, да. И купимте с вами конный выезд. Я говорю, хорошо. Именно так сказал, конный выезд. Конный выезд. И вы будете сидеть на козлах. И будете завлекать всех красивых женщин. Но внутри буду сидеть я, потому что вы не умеете с ними обращаться. Типичный маршрут, понимаете, такой. Он был, конечно, ребенком, у него было потрясающее чувство юра. Потрясающее. И как он заливисто смеялся. Так, ну, вот трагической судьбы человек, когда появлялась возможность чему-то порадоваться, он так хохотал, он так радовался. Насчет юмора, что-то невероятно. Я помню какую-то фразу, прочитанную, адресованную Розалией Ивановне, да, вот той самой, которая, видимо, вам и позвонила. Она же была из Риги, да? Он спас ее. Она немка из Риги, ее бы расстреляли. Он ее спас. Если бы он ее не привел. Во время войны, да, там, во время авианалетов немецких, он говорил, Розалия Ивановна, ваши прилетели. Да, да, да. То есть вот это чувство юмора. А есть еще замечательная история, может быть, вы не знаете, потрясающая. Когда он ее спасал, а я подчеркиваю, во время войны еврей спас немку. А он дозвонился ночью до какого-то там высокого чина и убеждал его, что она не враг, не может, как бы, там, принести беды. И он говорил, что, ну, вот она старая дева, она, там, у нее никого нет. Когда он сказал старая дева, вдруг она стояла сзади, он сказал, откуда вы знаете? У нее был немецкий такой вопрос, откуда вы знаете? А еще, когда они ругались, а это бывало. Он говорил, что характер взрывной у нее был. Да, 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 он назвал ее Гиттер в юбке. Но она была ему предана. Еще как? А вот когда она появилась? Дед умер в 64-м году, в 65-м или в начале 66-го она ушла из жизни. Но я был потрясен. Когда у нас приводили на Чкаловску, там коридор и последняя, ну, последняя, вторая дверь налево, это кабинет. И окна, стекла были закрашены краской. Она процарапывала маленькую щелочку и стояла, смотрела, как он работает. Потому что если он нажимал кнопку звонка, и ему что-то было нужно, она открывала дверь и говорила, что, Самуил Яковлевич? И входила. Так вот, я был потрясен, когда мы пришли, в кабинете уже сидел мой отец. А она преданно стояла под дверью и смотрела в эту щелку, чтобы в тот момент, когда ему что-то понадобилось. Да, в доме она появилась. Но при этом она была скаридной. Она могла позвонить сестре Самуил Яковлевичу и сказать, Лея Яковлевич, сегодня на обед ничего нет. Ну, пожалуйста, вот, если вам что-то нужно, принесите с собой. Сами, да, да. Да, но деду, естественно, никто сказать не мог, он бы ее убил. Конечно. Сколько лет она провела в доме у Самуила Яковлевича? О, она пришла. Еще до войны она пришла. Она пришла до войны, она, насколько я понимаю, она пришла как боннок, когда родился Яков, сын младший, который в 46-м году, который умер. Он родился в 24-м году, думаю, что вот она с 24-го года. Знаете, у нас есть еще один фрагмент, мы его посмотрим сейчас, тоже с чтением, но очень важно понять, кто просит деда прочитать стихотворение. Девушка, прочитай, пожалуйста, какое-нибудь свое стихотворение. Хорошо. Ладно. Схим называется «Минута». Дома лишь минуты любого из нас. Но если минута и кончается час, 12-й час открывающий год, который в другой столике ведет, то есть эта минута, как все коротко, она продвигает, смыкает века. Вот это называется «Пожелание друзьям». Желаю вам цвести, расти, купить, купить здоровье. Оно для дальнего пути, главнейшее условие. То есть каждый день и каждый час вам новое добудет. Пусть добрым будет он у вас, а сердце умным будет. Он говорит, что жена у меня, друзья, всего хорошего. А все хорошее, друзья, дает нам недешево. А все хорошее. Ну вот, Александр Мунович сознался, да? Сознался. Отлично. У меня есть надпись от деда, которая тоже очень дорожу. Когда мне было 9 лет, он подарил мне авторучку. Тогда настоящую авторучку. Еще мы писали пером. Он писал только авторучку, кстати говоря. Он мне подарил такую же, как у него, Паркер. Вот. И написал, тебе мой Сашка дарю перо почти как шашка. Оно остров. Теперь перо дарю я от всей души и говорю я, пиши, пиши. Вот. Это вот примерно так было, да? Ну, скажем, попозже немножко. Попозже. Это вы, да? С дедом. Это попозже. Да, ну, конечно. У вас же еще и архив деда, насколько я понимаю. Архив очень странная вещь, как я знаю, не понаслышке. Каждый раз что-то такое может появиться совершенно неожиданно. Вообще, что происходит с архивом и какие неожиданности возможны? О, с архивом происходит сейчас большая работа. Огромная работа. Мы, архив составлен отцом, но он был не описан. И мы с моей женой этот архив описали. Но сегодняшний такой момент требует не просто описанного архива, а переведенного в цифровки. Да, в цифру. И вот сейчас мы начали работу по оцифровке 120 вот такой толщины папок. То, что я назвал цифру, в это не входят письма. Два шкафа переписки не входят в это. Вот. И это на много лет работа. Но, конечно, там потрясающие какие-то находки. Вот вчера, я даю слово, что это было вчера, перед тем, как собраться, мы нашли такую записку, составленную под мемориальной доской на улице Чкалова. Я прочел, я был совершенно потрясен. Дорогой Самул Яковлевич, никогда не видел вас, но знаю и люблю вас, как самого близкого, родного, обаятельного человека. Дома у меня висит ваш портрет, а проходя ежедневно мимо вашего дома на работу, я всегда поднимаю голову и думаю, где, в какой квартире жил Самул Яковлевич. Мой сын, ныне кандидат физико-математических наук, завотделом Института Академии наук, его сын, мой внук, воспитанный вами. Первые стихи, которые произнес мой сын 30 лет назад, были ваши, мистер Твистер, бывший министр. Первая фраза, сказанная моим внуком, была «Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне?» В два годика бывало сидит мой сережка в креслице, на стене солнечные блики, скажешь «Смотри, Кроха, вот зайчик». Кроха надувает губки, укоризненно покачает головой бабушка. Это не зайчик, это зайчик в марте маршака. Спасибо вам, дорогой, за то, что вы были на свете и за все то светлое, что вы оставили людям, детям на память. Это прямо лежало, вот там вырез такой, эта доска. Я сразу вспомню, что мистера Твистера читал о Викторе Либерман, когда мы делали Иерусалимские чтения. Я попросил, пожалуйста, а у него прекрасный идиш, ты должен что-то читать на идиш. И он за две недели до назначения министром обороны, он к нам пришел на Иерусалимские чтения, маршаковские чтения, и читал мистера Твистера на идиш. Маршаковские чтения. Так его перевели, значит. Я должен сказать, что он есть. Видимо так, в переводе на идиш есть много. Сейчас вот эта история очень вам важна. Это очень важно. Вообще, все, что делает Юрий Исакович, очень важно. Вот давайте сосредоточимся на Юрии Исакович. Что делает российский еврейский конгресс? Значит, тут нужно вернуться чуть-чуть, кто зажег это. Все-таки нужно вспомнить губернатора Воронежского Гордеева Алексея Васильевича. И его супругу Татьяну Александровну. Мы с ним случайно встретились с хорошим летним вечером на Цветном бульваре, прогуливаясь. Как дела? Очень хорошо. Ты знаешь, Юра, мы ставим памятник маршаку Воронежа. Воронеже. Я говорю, может быть, чем-то помочь? Ты знаешь, мы финансовые вопросы решим сами, но камня мало. Нужно какую-то вдохнуть, новую волну свежую, что-то такое сделать. Например, что? Ну, давай будем, вот маршаковские чтения, давай будем читать маршака в разных местах и привлекать к этому людей. Ну, потом он нас пригласил на открытие памятника. А до этого... Замечательного памятника. Он сделал... А вы делали его? Автор. Он сделал сквер. Местный воронежский автор. Прямо у дома, где жил дед. Где погибла Наталья. И первое чтение мы сделали в Москве, как только был готово, был макет памятника первого. В музеоне, на открытом воздухе. Вы читали, Владимир Владимирович, и московская интеллигенция читала маршака. Вторые чтения мы сделали в Иерусалиме. Большие. Потом мы сделали замечательное чтение. Вдруг возникла идея поезд. Москва-Воронеж. Поезду Москва-Воронеж присвоить замечательно. Отлично. На родину деда можно доехать на маршаке. Да. И российские железные дороги запустили замечательный поезд. Прекрасный. Ну, имеется в виду новый состав. Ну, в общем, очень красивый. И мы организовали прямо в здании Казанского вокзала. Там прекрасный зал. Тоже маршакерские чтения. Немножко в поезде. Это очень старые традиции. Когда еще вокзал был в Оксхол. И на вокзалах происходили все эти часа и концерты. Да, да. Блистательно, по-моему. Да, да. И потом я с удивлением для себя узнал, что и в Москве тоже нет памятника. Нет. Пока нет. Зато есть магазин маршак. Так. С детской литературой. Да. Но это уже тоже, уже частично тоже прошлое. Нет, магазин настоящий. То, что нет памятника, частично прошлое. Потому что мы, ну, не так уж и долго, ну, где-то потратили мы около года. Сегодня мы получили, буквально последнюю неделю назад, получили распределительный документ мэра Москвы Собянина. Да. И нам разрешают поставить как раз рядом с домом на Лялиной площади памятник Саму Викторовичу Маршаку в Москве. Так что мы в ближайшее время заложим там камень, заложим в этом году еще. И нам два года времени дал мэр поставить памятник. Да. Мы договорились, мы с Музеем современного искусства московским, что они нам помогут провести конкурс. Нам это поручено. Я приглашаю присутствующих придять участие. Приглашение всех? Нет, всех мы не можем. Нет, я имею в виду уже дальнейшие события с этим связаны. Потому что вот должна быть какая-то ответная благодарность и любовь, да, к нему. Это другое. Это как раз к тому, что он сказал, что все хорошее дорого. Это потом мы пригласим всех принять участие, кто захочет, кто, да, участвовать. И мы будем благодарны всем, кто примет участие. А давайте я тему памятников продолжу. Да, и еще один сюжет я бы хотел вместе с вами обсудить. Время мало, но про памятник. Это московская олимпиада, которую я провожу в самых разных аудиториях, от школьников до библиотекарей. И там есть задание придумать памятник литературный, литературному герою. И московские библиотекари придумали, я считаю, что уникальный памятник. На московском вокзале в Санкт-Петербурге должен стоять отцепленный вагон. И в нем должен... Да, именно отцепленный вагон. И в одном из купе должен сидеть человек рассеянный. С улицы бассейны. А все остальное пространство должно быть занято библиотекой. И, наверное, там стоит проводить маршаковские чтения. Блестящая идея, по-моему. И дай бог, чтобы она осуществилась. Очень красивая и, главное, очень действенная. Да, рассказываю в надежде, что вдруг произойдет это. И это тоже, да. Потому что мы очень хотели, чтобы памятник был на этой Лялиной площади. Это 100 метров от квартиры. Я знаю, где Лялина была. Да, от квартиры. То есть просто вот... Там, на Лялиной площади, жила женщина, которая была старше меня лет на 15. Это была моя первая любовь. Поэтому я знаю, эту площадь очень хорошо. Не знаю, успеем мы или нет. Очень хотелось бы услышать вот историю, хотя бы вкратце, отношения Маршака и Чуковского. Вот притяжение, отталкивание, соперничание. Потому что в наших детских судьбах это тоже потом повторяется. Вы знаете, я буквально два слова про это расскажу. Первое. Они, конечно, друг друга ревновали. И это понятно. Ну, так должно быть. Конечно, да? Если бы этого не было, они не были бы великими писателями. Потому что это всегда какое-то соперничество. Но для меня главное в этом, что они никогда друг друга не предавали. Если вы попробуете вспомнить, то когда были гонения на Чуковского, грудью за Чуковского стал Маршак. У деда в его детской редакции работала Лидия Корнеевна, Чуковская дочка. Ну, очень мало кто из наших зрителей знает, что она была диссидентом, причем очень заметным. Она была заметным диссидентом. И тем не менее работала у него. Да. А у деда работал покойный сын Корнея Ивановича Николая Корнеева, Чуковского. Так что это было два близких человека. Если прочесть послания друг к другу, это самые теплые слова. И я помню эти общения, но, к сожалению, сейчас много неправды вокруг этого. И в частности по интернету, в фейсбуке ходит перевранная чудная история о том, как в Барвихе, когда они отдыхали, там была уборщица очень милая. Ей очень дедушка нравился. Она спросила, а где вы работаете? Она понимала, что... Ну, дед вообще был беспартийный, и он не вписывался в это... как бы вот в общество людей от ЦК. И она говорит, а где вы работаете? А дед же был такой ребенок заводной. Он говорит, я в зоопарке. Она говорит, как в зоопарке? Он говорит, кем? Он говорит, львом. Каким львом? Ну как, утром прихожу, надеваю костюм, ложусь в клетку. Она говорит, да быть не может. Он говорит, ну подождите, ну честное слово. А вот этого длинного, знаете, там на втором этаже Корнея Ивановича? Да он жирафом. Она очень удивилась, говорит, а сколько же вы получаете? Он говорит, я лев, царь зверей, я 500, а он жираф, ему 300. Вот, и она поверила. А потом говорят, что Чуковскому это рассказали, он огорчился и сказал, вот так всегда, ему 500, а мне 300. Ну они дети были, они смеялись. И отношения тоже очень похожи на детские отношения. Вы знаете, кто встал за Бродского? Конечно. Об этом надо отдельно говорить. Забродского стал Камей Иванович и дед. Да, Камей Иванович, да, и царь. А дед стал бороться за Бродского за месяц до смерти. И когда ему Лидия Корнеевна об этом сказала, я знаю это от близких. Бродский, Бродский, Солженицын у нас целый ряд еще выстраивается для продолжения беседы, однако нас уже поджимает время. Да, он сел, заплакал и сказал, я все это уже переживал, я не хочу больше жить. Если все началось снова, вот это про Бродского, я не хочу больше жить. А Солженицын он просто выдвинул на Ленинскую премию, выдвигал на Ленинскую премию. В правде была его статья о великом писателе Солженицыне, который написал «Один день Иван Денис». В журнале «Новый мир», главный редактор которого был Твардовский. Вот, смотрите, да, был разговор о памятнике, о продолжении. И я очень надеюсь, что наша сегодняшняя передача тоже стала таким живым памятником Самуэлу Яковлевичу. Его присутствие здесь, безусловно, ощущалось. И вот, когда-то он написал такие стихи на 200-летие своего любимого Роберта Бернса. «200 лет». «Подумать только, 200 лет, увы, над нами всеми, когда уж нас на свете нет, подтрунивает время. Но не подвластен ты ему в 200-е годовщине, ты не ушел в ночную тьму, а светишь и до ныне». Ну, если 200-е годовщину поменять на 130-летие, конечно, будет не в рифму, зато правда. И вот эти вот строки, да, ты не ушел в ночную тьму, а светишь и поныне. Мы смело адресуем нашему дорогому юбиляру, живому в наших сердцах, в нашей памяти. И память его будет в рот и рот. Это была передача, посвященная Самуилу Яковлевичу Маршаку. У нас в гостях были Александр Эммануэльевич Маршак, внук. Спасибо. Ексена Андреевна Асонова, Юрий Исаакович Каннер и Владимир Владимирович Познер. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо.